Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот показываются первые завязи томатов. Но они, конечно, не первые, но все равно завязи уже много и наступает пора массовых обработок томата. Это различные опрыскивания. Я вот проводила опрыскивание с йодом, где говорила, что 40 капель йода нужно, не опрыскивание, а корневую, полив золу с йодом. И тогда у меня, сейчас скажу, как фамилия, зрительница одна спросила. А, вот Смирнова. Два раза уже спрашивает, как я отмеряю. Я говорила, что отмеряю не капли, а шприцем, 40 капель, чтобы быстрее. Как я отмеряю йод? Я не стала в комментариях писать, потому что объяснять это долго, печатать все это сложно. Я сейчас объясню и Смирновой, и всем остальным, кого это интересует. Я покапельно ни разу это не пересчитывала, но я взяла на веру инструкцию от Эпинэкстра. У нас Эпинэкстра, вот в ампулке, вы знаете, и где нам нужно было, например, 10-20 капель, тут у них расшифровка есть. И написано, что одна ампула, 40 капель, это 1 мл. Одна капля, 0,025 мл. Я прочитала и подумала, что если вот этот Эпин, он такой же консистенции, как вода, такой же, как иод, если он 40 капель 1 мл составляет, то, скорее всего, иод 40 капель составляет тоже 1 мл. С тех пор я отмеряю шприцем, вот так вот, 1 мл, и считаю, что это 40 капель. Полтора мл, я считаю, что это 60 капель. Но я скажу вам честно, врать не буду, ни разу я не перекапывала и не пересчитывала, 40 ли, 60 ли там капель. Я вот как один раз инструкцию прочитала, поверила на слово, ну и как-то логически размыслила, что если одинаковая плотность жидкости, она не очень маслянистая, она такая же, как вода и как иод, то, скорее всего, у них совпадение в мл и в каплях должно быть почти точное. Если там разница на 2-3 капли, ничего страшного. Вот это мой ответ и Смирновой, зрительнице, которая очень хочет узнать, сколько мл в 40 каплях. Вот я из расчета такого делаю, что полмиллилитра это 20 капель, 1 мл это 40 капель, а полтора мл 60 капель. По крайней мере, так написано вот в инструкции к жидкости Эпин. Я думаю, что разницы никакой нет. Задавайте вопросы, даже если они кажутся некоторым какими-то мелочными и такими вот простейшими, как пишут элементарщина. Кого-то это интересует и кто-то этого не знает, но вот эти мелочи могут облегчить и сэкономить наше время. Вы сами представляете, или отсчитать 60 капель, сидеть, считать тщательно, еще там ошибешься и вот с иодом мне что не нравится считать, обязательно или палец измажешь или что, шприцем отмерять. Очень чистый метод, очень быстрый, очень удобный. Возьмите на вооружение, кому-то может быть пригодится. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это разговор на тему, как быстро отмерить 20, 40 или 60 капель иода за несколько секунд. Все. Субтитры сделал DimaTorzok